Всем привет, дорогие мои друзья! Меня зовут Юля, и я приглашаю вас к себе в гости. На моем канале сейчас начинается весенний марафон похудения. Будем худеть с вами вместе. К лету марафон будет длиться 3 недели. В течение этих 3 недель я буду показывать вам меню на 1200-1300 ккал с предварительной заготовкой еды на 3 дня. Дополнительно марафон еще будет проходить в группе Viber. Ссылку на группу я обязательно оставлю в описании под видео. Присоединяйтесь. В группе каждый вторник будут проходить отчеты по весу, где вы будете делиться своими результатами похудения за неделю, а через 3 недели мы подведем с вами общий итог нашего похудения. Первое меню для марафона уже есть на канале. Ссылку я оставлю в описании под видео. Завтра выйдет второе меню для марафона. И один раз в неделю по плану будет еще проходить один разгрузочный день. Но, девочки, разгрузочный день по желанию. Если вы против разгрузочных дней или по состоянию здоровья вам противопоказаны разгрузки, вы можете их не проводить. Просто в один из дней старайтесь питаться умеренным и результат обязательно тоже будет. Разгрузочный день по желанию. И обязательно заведите себе еще тетрадь. Это будет ваш дневник похудения, куда вы будете записывать все свои результаты. Например, помимо веса еще нужно обязательно замерить свои объемы. Потому что бывает такое, что вес стоит, а объемы уходят. Например, первые килограммы уходят очень быстро, а потом вес снижается очень медленно. Но бывает такое, что на весах вы не видите никакого результата, а по объемам будет очень хороший результат. А бывает наоборот. Вес снижается, а объемы не снижаются. Бывает по-разному. Особенно это важно для тех, кто занимается физической активностью. Потому что мышцы растут, жир уходит, а мышцы тяжелее, чем жир. И на весах вы результата никакого не увидите, но в объемах вы будете уменьшаться. Так что обязательно следите за своей динамикой не только веса, но и сантиметров. Еще будет очень хорошо, если вы заведете свой дневник питания, где вы будете каждый день расписывать свой рацион. Это тоже очень помогает. Так что, девочки, с сегодняшнего дня начинаем свой путь к стройности. Худеем к лету. Я также буду участвовать в своем марафоне. За зиму я поправилась на 5 килограмм. На сегодняшний день мой вес 65 килограмм 500. Рост у меня 1,66 метра. И к лету я хочу вернуть свой прежний вес 60 килограмм. Прошлым летом мне удалось дойти до этой цифры. Потом я немножко поправилась. И осенью я обратно скорректировала свой вес до 60 килограмм. Ну и получается, что зимой я обратно набрала 5 килограмм. В итоге делаю вывод, что у меня последние 3-5 килограмм, они то в плюс, то в минус. Я как бы легко от них избавляюсь, но они потом постепенно ко мне возвращаются. Ну, в принципе, зимой я не худела. Я даже очень редко делала разгрузочные дни. Ела, что хотела. Были праздники, ходила в гости. Ну, физической активности у меня тоже не было. Так что, в принципе, 5 килограмм это еще совсем немного. Я также стараюсь продолжать питаться правильно. Но, девочки, худеем мы с вами в первую очередь от дефицита калорий. Даже если придерживаться правильного питания, но если где-то переедать, мы худеть с вами не будем. Худеем, я еще раз повторюсь, мы с вами от дефицита калорий. Это самое основное, чтобы мы следили за своими порциями. А зимой я где-то начала уже подъедать по вечерам, потому что забросила свое интервальное голодание. Редко делала разгрузочные дни. Ну, вот и, соответственно, плюс на весах. Так что, с сегодняшнего дня я также начинаю четко следить за своим питанием, за своими порциями. Буду строго следить за своим режимом дня. Мне очень нравится режим интервального голодания. Я себя прекрасно чувствую в таком режиме. Ну, и будем смотреть, каких результатов я добьюсь за 3 недели. А следующий отчет по весу на канале выйдет в среду, так как во вторник я буду заполнять таблицу с результатами девочек. А в среду я уже вам расскажу о своем результате и покажу таблицу с результатами девочек. Вы еще очень часто в комментариях спрашиваете про физическую активность. Конечно же, физическая активность только в плюс. Но, девочки, на своем канале я только показываю еду для похудения. А физическая активность по желанию. Если у вас есть возможность ходить в тренажерный зал, заниматься с тренером, это вообще супер. Но, в первую очередь, самое главное, нужно следить за своим питанием. А остальное все это просто дополнение к похудению. Потому что, если вы будете интенсивно заниматься и, соответственно, много есть, результата похудения тоже особо никакого не будет. Все должно быть в комплексе. Сначала питание, потом физическая активность и обязательно какой-то уход еще за кожей. И тогда обязательно будет очень хороший результат. Самая доступная физическая активность это ходьба. Ее может позволить себе каждый в любом возрасте. И она не требует никаких дополнительных материальных затрат. Хотя бы через день старайтесь гулять по часу в среднем темпе. И вы посмотрите, ваши результаты будут намного лучше. Я тоже буду стараться заниматься какой-нибудь физической активностью, хотя бы ходьбой. Но, как правило, во время марафона у меня совершенно нет времени. Потому что я очень много времени провожу за компьютером. Но посмотрим, посмотрим, как пройдет моя неделя в следующую среду. Я обязательно об этом расскажу вам. Ну, а если у вас нет возможности общаться в группе Viber, вы также можете в комментариях рассказать о своих результатах. И будем ходить с вами вместе. Всем до скорых встреч!